Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4, а ещё PS5. В общем, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман. И несколько недель назад я делал ролик о реакции игроков на Дьюбаши Чемпион без водителя, который катался по карте и троллил игроков. Судя по просмотрам, вам это видео понравилось, так что я решил отснять ещё один ролик. Но на этот раз использовал Мамонтс Патриот Военный. Сделал ему максимально броский тюнинг, чтобы на дороге его было сложно не заметить. Заехал к Кимани, установил дистанционное управление и скользкие мины на всякий случай. Проверил наличие пулемёта и установленных бронеплит. После чего уже на улице поменял карту на большую, убрал кучу телепортов и принялся помогать игрокам выполнять задания. Ну и просто вводить в ступор остальных. Долго искать игроков не пришлось. Сразу же по автостраде ехал игрок 911 Марлон. К нему-то мы и отправимся. Едет на полицейском фургоне, в котором перевозили арестованную звезду. Она должна была выступать в ночном клубе, но её повязали с наркотиками. Вообще, это задание по поднятию популярности ночного клуба. Поможем игроку доставить фургон без потерь. Заодно посмотрим, где находится его клуб. Наглядный пример, почему не стоит ездить по встречке, да ещё и в дождь. Игрок обратил внимание, что за ним кто-то едет, но не понял кто. Когда я его обогнал, он не очень понимал, что происходит. А потом выбрался из дорожной пробки и благополучно доехал до своего ночного клуба, который оказался в портовой зоне. Это самый дешёвый клуб из всех, так что парень, скорее всего, играет без прокачки. Подождём его здесь и посмотрим, что он будет делать дальше. Ждал я долго, минуты три. Марло сел в фургон, после чего высветилась надпись, что он перевозит весь накопленный товар. Ещё и педераст Тони намекнул, что если хочешь, то можешь и уничтожить его, тварь двуличная. Ему он говорит, значит доставляй, а мне уничтожай. Поможем Марло доставить товар ночного клуба. Потому что Марло немножко кретин. Во-первых, потому что перевозит товар на фургоне, на котором даже не установлен крутящийся пулемёт для удобного отстрела игроков. Во-вторых, делает это в дождливую погоду, что ухудшает сцепление с дорогой. У фургона оно и так, не сказать, что хорошее. И в-третьих, потому что делает это в полной сессии игроков. Здесь на минуточку опарыши летают, не факт, что безобидные. Но, к счастью, кроме NPC на внедорожниках, на Марло никто не нападал. Так что помогать этому игроку было не напряжно. Он бы ещё в навигатор иногда смотрел, чтобы с маршрута не сбиваться. В общем, доехали мы с горем пополам. И пока игрок не появился, я потихоньку покинул это место. Тут недалеко я нашёл другого игрока, который переодевался в магазине. Решил его подождать. И пока ждал, подлетел Марло на опрессоре. И задал мне вполне логичный вопрос. Did you protected me? Ты защитил меня? Ну, как бы да. Просто написать об этом я не мог. Спустя минуту Марло улетел дальше фармить. И, скорее всего, он остался мне благодарен. В городе мы малость не разъехались с бешеным МПС, который проехал на красный. На ядовито-салатовой куруме катался игрок с ником AnaloPolitik. Прокачусь пару раз мимо него, посмотрим на его реакцию. Остановился и сменил организацию на мотоклуб. И при проезде мимо видим, как он заказал главное средство по борьбе с нечистью. Отъезжаем подальше, восхищаемся Франклином, который звонит автомобилю. И наблюдаем за политиком, который полетел в нашу сторону. Обошлось, стычки не будет. Хотя я попал в зону наведения его ракет. Едем за игроком. Сам рандом 0.10. Я его случайно зацепил на скоростной магистрали. После чего он понял, что я просто катаюсь за ним. Хотел показать вам его мега эпичный прыжок. Ну, здесь 10 из 10, однозначно. Не зря парень носит каскадерский костюм. На меня он внимания не обратил. Кто-то везет груз оружия, поехали ему поможем. Как ни странно, но он на Фантоме доехал быстрее, чем я на Патриоте. Когда он заспавнился, то побежал ко мне и... сел. Офигеть, в Чемпионе никто не мог съесть. Хотя с пассажирской стороны они и не пытались. Когда я поехал, Зеленый быстро вышел. Видимо, не ожидал, что машина поедет сама. Даже немного быканул, но надо несколько стингеров, чтобы меня взорвать. Так что правильно сделал, что не стал тратить на меня припасы. А я вообще его довезти хотел. В сессии сильно буянит игрок БМВов. Этот ник мы еще вспомним. А вот и читер объявился. Неизвестно кто, но это был единичный всплеск ярости. Ребята, Бэтмобиль. Не каждый день их встретишь в сессии. Игрок был явно против такого количества полицейских. На меня внимания не обращал. Правда, машина не имеет брони. Поэтому, взрывая другие машины, убедитесь, что вы находитесь на значительном отдалении от них. А теперь прикол. Ну или баг, или фича. Управляя машиной на дистанционном управлении, никто не может сесть на водительское место. И никто не может открыть водительскую дверь. Никто, кроме бойцов нуб. Я сначала подумал, что это читер. Поскольку в качестве эксперимента еще раз подъехал к полицейским. И ждал, когда они меня выкинут из машины. Но этого не произошло. И уже за кадром, когда я не снимал видео, меня еще раз выкинул боец нуб. Ну вернее не меня, а камеру, которая задействована при дистанционном управлении. Так что, либо это могут делать только спецназовцы, либо любой коп на пяти звездах розыска. Забавно. Мистер Еробик катается по городу на грузовике. Давайте посмотрим, чем он занимается. Крадет катер Лангфин с полицейского участка. Выполняет подготовку ограбления к Айоперику. Поехали помогать. Он допустил ошибку. Во-первых, мог Фантома с рампой взять. А во-вторых, можно просто выйти из машины после того, как подцепили трейлер, самовыпилиться и уже без розыска доставить катер в порт. Доехал он довольно бодренько, даже несмотря на розыск. Грузовик с тралом исчез, а катер на поддонах остался. К тому же он имеет коллизию, и под ним никак не проехать. Еробик сел ко мне, а катер исчез. Ну, вернее, стал невидимым. В общем, решил я потаксовать и повез Еробика поближе к центру. Он даже метку мне поставил. Правда, после пары легких нарушений, решил сам добраться до места и заказал воробья. Знаете, куда поставил метку? На свою касатку. Интересно, как бы я до туда доплыл, а? Подберем другого игрока. Нет, не подберем. Сейчас у меня в машине находится игрок Fake Police, который друг. И когда вы кого-то перевозите, то на карте он никак не отображается для вас. Вам видно только свой автомобиль. Лично я думаю, что игрок, которого везет пустая машина, немного изымлен от происходящего, поскольку об этой функции многие уже забыли. Здесь я случайно зацепил игрока на Пфистер Комет С2, а потом игрока БМВов на Треадоре. Ну, тот, что жаждет ПВП. В итоге БМВов случайно пострелил игрока на Пфистере. Возможно, подумал, что это он его сбил. А потом еще и Fake Police попал под раздачу, который тоже не прочь ПВП. Спустя время фейк взял опрессора, а я ехал к своему агентству. Но по пути прям на меня выскочил БМВов, который стрелял по опрессору, но все ракеты поймал я. В общем, произошло недопонимание. Вот с этого момента в сессии начался сущий кошмар. Спустя минуту БМВов пострелила Ребекка-1. Я сначала подумал, что орбитальной пушкой. Потом было немного Звездных войн. И пролетающая под мостом ракета. Которая практически сразу взорвалась рядом с БМВовом. Я глянул на карте, это она с косатки шмаляется. Ну неплохо, тоже нормальный способ поразлечься. БМВов убил Fake Police. А потом тот взял первого опрессора и пошел атаковать бронированный Тореадор. Но случайно зацепил мистера Еробика, который фармит подготовку к Айоперику. Жаль пацана, стал жертвой разборок. Потом и до БМВов ракеты долетели. За что он разумно назвал Fake Police опарышем. Небольшая поправка. Когда я говорю опарыши, я не имею ввиду первых опрессоров, только вторых. Потому что ими гораздо легче управлять. А подстрелить игрока на первом опрессоре еще надо уметь. Так что замечание БМВов здесь не совсем верное. Затем произошло еще несколько ПВП взаимодействий. Я и игрок на Чингвемили были свидетелями того, чтобы все происходило честно. Он один и они одни. Но БМВов решил уничтожить соперников словесно и покинул эту сессию. Больше гриферов в этой сессии не было. Но зато появился читер со слегка забагованными тарелками. А это верный знак, что пора менять сессию. Новая сессия и мой хаммер прилег поспать. Неудачный спавн или кто-то на баге рампи проехал. Но если запустить дистанционное управление, то машину можно будет без проблем поставить на колеса. Догнал игрока Трибинатор на гроте Итали ГТО. Он был в недоумении, почему машина не отображается на радаре, почему в ней нет водителя и почему по городу катается пустая машина без НПС. Даже посигналил немного. Возле пляжа идет баталия между двумя игроками. Давайте на это посмотрим. Игрок в черной маньке и убил соперника из более мощного оружия. А потом и на меня переключился. Я показал ему, что я не опасен. Он все понял и пошел в свой крутомобиль. Спустя время он дождался, когда его соперник сядет в транспорт и выстрелил ему в спину. При развороте его ракеты навелись на меня и он сразу открыл огонь. Но потом понял, что меня так просто не взорвать и включил режим «Беги и поскорее». Хаммер для таких низких машин не подходит, надо бы на чемпионе ездить. Чем закончилась эта баталия? Я пытался попасть по голове игрока в мантии, а он развернулся и взорвал машину. Если ведется розыск за вашей машиной на дистанционном управлении, то розыски за вами после ее уничтожения также останется. В общем, заказываем машину по новой и продолжаем наши приключения. На другом хаммере едет зеленый человечек. Давайте за ним покатаемся. По идее, если игрока в машине нет, то в нее можно и не стрелять. Но это же GTA, тут читер просто может стать невидимым. Так что правильно делает, что стреляет. Смотрите, встал прямо напротив пулеметного гнезда. Сел в машину, теперь его можно прокатить. Неплохое комбо получается. Можно усадить трех игроков и управлять машиной дистанционно. Будет разнос сессии, где водителя невозможно подстрелить. Я придумал, сейчас заеду в тупик и зеленого убьют. Да, чудо не произошло, его и правда убили. В армии есть такая команда, сверху. Это когда граната взрывается над головой и нужно уткнуться головой в землю, а ногами кверху. Этот коп отлично продемонстрировал выполнение данной команды. Подбираем зеленого человечка, а потом игрока фейк-полис. В машине уже два пассажира, так что можно начинать таксовать. Если я вижу, что кто-то бросил на дороге машину с открытой дверью, обязательно выбиваю комбо. Кстати, если вы не знали, то Хаммер может перевозить еще одного пассажира на капоте. Правда, в этом случае ничего не видно от первого лица. А еще на Хаммере можно очень быстро ездить по песку, выполнять прыжки, если нормально их выполнять. Ну и в целом парковаться там, где парковаться нельзя, но на Хаммере можно. Вот и все приключения, о которых мне хотелось рассказать вам в этом видео. В этот раз игроков, которые были в недоумении, были единицы. Так что можно сказать, что машиной на дистанционном управлении уже мало кого удивишь. Кстати, возникла забавная идея для видео, где я в одиночку или с командой игроков помогаем бедолагам доставлять грузы в свободной сессии. Ну и защищаем слабеньких игроков от тех, кто посильнее. В общем, продвигаем добро в сессиях, пока не встретим читера. Как вам такая идея? Напишите в комментариях. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok